Аэроклуб Нам надо сделать аэроклуб местом притяжения и отдыха жителей города. У нас с вами это первый этап. Правильно было бы подумать о втором этапе. Давайте запроектируем уже второй этап хотя бы в рамках отработки концепции или предпроектной какой-то документации, которую можно будет подготовить в течение буквально нескольких недель. Нам вообще надо посмотреть, с учетом мнения директора, тех, кто понимает в этом вопросе больше, чем мы, как может развиваться аэроклуб. Что здесь могло бы быть? Гостиничка небольшая, кафешка, условия для отдыха с детьми. Потому что пока, допустим, отец осваивает полеты или прыгает мама с парашютом, где будут дети? Вы посмотрите, может быть здесь будут небольшие конференц-залы. То есть аэроклуб мог бы собирать в том числе интересные семинары для обучения. Причем быть таким межрегиональным центром мы с вами должны все то, что сейчас делаем, использовать. Использовать под достаточно такие высокие стандарты, которые, возможно, будут интересны тем, кто сюда прилетит, кто будет осваивать и вертолеты, и самолеты, и прыжки. Может быть, какие-то виды спорта или что-то новое вы предложите для того, чтобы осваивали ребята, которые сюда приедут, не только будут прыгать с парашютом или летать. Не знаю, там, заниматься пейнголом или чем-то еще. Ну, то есть вот вы посмотрите, те ниши, которые для вас бы могли быть перспективными и дополнительными для развития. Об этом речь идет. Ну уж точно, вот смотрите, у нас с вами аэропорт Гагарин. Прилетают пилоты, стюардессы. Где они останавливаются? Роман Ильич, где они останавливаются? Их везут ночью, рано утром, в непогоду, в центр города Саратов. Это время. А им буквально сразу улетают. Здесь могла быть гостиница. И при этом они станут получать средства, которые будут направлять на развитие аэроклуба. У нас все пилоты и те, кто задействован в обслуживании самолетов, кто прилетает и затем улетает, могли бы как раз здесь иметь возможность знакомиться с историческим местом, где впервые поднялся в небо Юрий Алексеевич Гагарин. Это будет привлекать и пилотов, тех, кто прилетает на самолетах. Правильно? Ну, вот поэтому давайте мы здесь сделаем второй этап, где будет такая небольшая гостиница для летчиков. И условия создадим для тех, кто приедет, допустим, отдохнуть на субботу, на воскресенье, жители города, потом, может быть, прилегающих территорий. У нас ведь еще есть одна цель, мы ее обсуждали. В том числе туристические экскурсии отсюда на место приземления Гагарина. Совершенно верно. Поэтому, возможно, кто-то приедет и отсюда полетит уже вертолетом на место приземления Гагарина. Мы там вертолетные площадки все с вами оборудовали. Мы с вами, Романович, запаздываем. Надо другие темпы взять, другая динамика должна быть. Вот то, что будет в рамках первого этапа. А здесь вот, где они нам место заняли, в рамках второго этапа. Наши мечты. И потом мы движемся уже и по их реализации. Может быть, мы, как вы говорите, в сентябрю сдаем первый этап, а к ноябрю второй этап. Сделай. Это приходят средства инвестиционные в экономику региона. Это новые рабочие места, это учтение в бюджет. Вот вам, пожалуйста. Ну и самое главное, здесь будет центр малой авиации. Вам предстоит полет на место приземления. Поэтому готовьтесь. И там прыжки. Редактор субтитров А.Семкин